Это новости в прямом эфире 7 канала. Я Максим Малынов. Здравствуйте. Обо всем самым важным, чем живет наш город сегодня в понедельник 17 августа в репортажах наших корреспондентов. Сегодня Одессу посетит министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамович. В рамках своего визита министр посетит Одесский припортовый завод и ознакомится с ходом его приватизации. Кроме того, глава экономического ведомства примет участие в заседании Наблюдательного совета реформы госпредприятий и встретится с губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Также Айварас Абрамович станет гостем программы «Вечер на седьмом». Прямой эфир запланирован сегодня на 19.20. Норвежские инвесторы планируют построить завод морепродуктов в Украине. Об этом сообщили представители Норвежско-Украинской торгово-промышленной палаты на первой встрече с предпринимателями Одесского региона. Такое желание зарубежных партнеров связано с высокой популярностью норвежской рыбы в Украине. На данный момент существует только продажа норвежской продукции уже готовой, то есть оптовые партии в Украину. Мы сейчас развиваем направление, чтобы убедить норвежцев построить завод в Украине и использовать украинские возможности для того, чтобы прибавлять добавочную стоимость на продукты продавать в Украине и за границу. Кроме этого направления, коллеги из Северной Европы планируют развивать у нас новые проекты в сфере энергетики, информационных и телекоммуникационных технологий, а также в агропромышленном секторе. Первые результаты обещают уже через несколько месяцев. Пока мы не покажем всему миру, что да, нам инвестиции нужны не только на уровне риторики, но и на уровне того, что мы как администрация и наш горсовет, и наш облсовет готовы эти инвестиции принимать и развивать и так далее, вот, а к нам никто не поедет. Торговую палату представители норвежских компаний создали еще 7 лет назад. За это время они внедрили в Украине различные технологии в области энергоэффективности, а также занимались поставкой газа. Мы же, в свою очередь, экспортировали в Норвегию сельскохозяйственную продукцию и телекоммуникационные технологии. Зарождение Вселенной, адронный коллайдер и новая планета Земля – главная тема Пятой Гамовской международной конференции. Это событие особенное для нашего города, ведь мероприятие такого масштаба проходит один раз в пять лет. В этом году на конференцию съехались ученые со всего мира, около 170 человек из 13 стран. В течение всей недели будет работать наша конференция. У нас представители самых различных стран – это и Швейцария, и Франция, и Италия, и вот из Индии мы ожидаем сейчас гости, из Турции, все страны СНГ. Среди наших участников – ведущие, ученые, которые работают в области космологии, астрофизики, исследования Солнечной системы. Конференция носит имя известного мирового физика Георгия Гамова. Он вошел в историю науки благодаря трем работам Нобелевского уровня – самые известные из которых – это расшифровка генетического кода человека. В этом году, в мае, Одесский национальный университет имени Мещикова отметил свое 150-летие. И среди золотых имен выпускников и ученых, которые работали в нашем университете, имя Георгия Гамова занимает одно из самых почетных мест. Организаторы конференции отмечают, что в этом году количество участников увеличилось. При этом они не скрывают, что с иностранными учеными проводились личные беседы по ситуации в нашем городе и стране. Шла, естественно, во-первых, персональная работа с каждым из приглашенных докладчиков. Международная конференция продлится до 22 августа. Также в рамках мероприятия состоится регулярная школа «Астрономия на стыке наук». Большой пожар на побережье. На трассе «Здоровье» ночью сгорело кафе «Санторини». Оно находилось прямо у моря, неподалеку от спуска с французского бульвара. Огонь охватил деревянный помост, подсобное помещение и кровлю. В ходе разведки установлено, что произошло возгорание открытой террасы и крыши на общей площади 150 метров квадратных. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, а вот причину пожара сейчас устанавливают. В них играют голливудские актеры, ходят модели и выступают звезды. Необычные маски создает украинский мастер Сергей Петров. В рамках фестиваля «Урбан Хэбитет» он привез уникальные экземпляры в наш город. На необычной выставке побывала наш корреспондент Олеся Повар. Делайте то, что у вас получается и старайтесь делать это лучше всех. Под таким девизом братья Петровы начали создавать необычные маски в своей студии «Боббассет» еще в 80-х. Со временем братья захотели популярности и все творения выкладывали в интернет. Мы выяснили, что мы можем делать маски, которые нравятся людям, которые у нас хорошо получаются, которые даруют какую-то сложную эмоцию и, соответственно, их легко упаковывать в почтовую коробку. Маски стали популярными сначала среди обычных пользователей интернета. Со временем ими заинтересовались звезды. Режиссер фильмов «Чужой» и «Ганнибал Ридли Скотт» использует их в своих фильмах. Попали они и в мир моды. Маски «Боббассет» красуются на страницах глянцевых журналов, а модный дом «Живанши» даже провел в них свой показ. А вот эта маска только в единственном экземпляре и принадлежит она участнику группы «Слепкнот» Сиду Уилсону. В ней он отыграл не один концерт и снялся в двух клипах. Кожа, кости, металл и стекло – из чего только не появляются шедевры. Отдать за один такой убор придется от 700 долларов. Но истинных любителей творчества украинских авторов цена не пугает. Я не подозревала, что есть настолько замечательный профессиональный дизайн-проект в Украине, который на самом деле действительно достойно может быть представлен на фестивалях международных дизайнерских. Кроме масок, студия «Боббассет» предлагает не менее необычные сумки и рюкзаки. Но на этом останавливаться не будет. У нас была предыдущая цель – сделать так, чтобы мы стали известными в мире, и чтобы о нас говорили, и чтобы те вещи, которые мы делаем, оказывали влияние на мировую эстетику. Этого мы уже добились. Соответственно, следующая наша цель – это абсолютно мировое величие. Олеся Повар, Алексей Филиппов, Седьмой канал. И пока на этом все. Увидимся, как всегда, в 16.00. Оставайтесь седьмым. До встречи.